Я Александр Радулов, профессиональный хоккеист, и я здесь для проекта «Вместе». Детство, ну, в хоккей. Отец хоккеистом тоже был профессиональным, играл за местную команду. Спутник Нижнего Тагила. Все детство проходило в основном либо во дворе, не знаю, с пацанами, либо во дворце тоже с ребятами. Постоянно там какие-то тренировки. Когда я жил сам с Нижнего Тагила, Свердловской области, на Урале, 13 лет меня родители уже отправили в интернат спортивный в Ярославле. То есть по стопам старшего брата, наверное, так правильно сказать. И там я уже поменял школу свою, да. Когда уехал брат, я помню это, когда он уехал, то есть у нас 4 года разница. Я помню, как он там по вечерам раза 3-4 раза в неделю звонил в определенное время, да. И дома как раз эти были телефоны, эти вот кнопочки, даже не кнопочки, крутить когда. И мы все по очереди разговаривали. То есть время было ограничено, но мы все по очереди разговаривали. И я как-то уже представлял, то есть если я буду там хорошо играть, то возможно меня тоже позовут и родители меня отправят. И потом через 4 года так и получилось. Я поехал за ним. Мне было легче, чем ему, я думаю. Потому что все-таки он был рядом, он уже прошел какой-то путь, он жил в этих интернатах, как их называли, базами еще, да. То есть мне чуть-чуть, может, полегче было в этом плане, потому что все равно старший брат рядом, как бы нормально. А так, ну да, скучал первое время по родителям, но потом уже, не знаю, игра тебя забирает. Хоккей, как бы, ну не знаю, как это, там уже не до скучания. Да нормально, у меня просто было, наверное, много энергии, чуть-чуть, наверное, побольше, чем сейчас. И проблемы были в школе по поведению, не буду этого скрывать постоянно, причем. Но так обычно со всеми ладил. У меня не было никаких конфликтов. Я обычно всегда нормально ладил с ребятами и с девчонками. С учителями обычно проблемы были. Ну да, из-за поведения, то что, не знаю, уже в том возрасте какие-то моменты, ну, не знаю. То ли упрямый был, то ли что-то. Не могли до меня достучаться, наверное, как-то. Может быть, характер, я не знаю, как правильно это сказать, но, наверное, да, вот так вот. То есть, где-то с кем-то находили общий язык, с кем-то так и не получалось. Ну, в основном, либо мы там общались, я не знаю, кто рядом жил, либо с теми ребятами, с кем учился в одном классе. То есть, и ходили в секцию хоккей, то есть, вот, в принципе, и все. Ну, и не знаю, там, какие-то, наверное, знакомые родители, знаешь, ихние дети, там, одного возраста. То есть, так, а такого, что, как бы, город-то небольшой. Мы жили в, ну, вагонке, ну, Уралвагонзавод, там, танки делают танки, вагоны, то есть, производят до сих пор. И не так много народу жило именно в нашем районе. То есть, был дворец спорта, школа, детские садики, в принципе, все. Да, все было. И дрались в детстве, и все это было, конечно. И, как у нас, помню, принято было идти на стрелки какие-то ходили, знаешь, что? В пионерский лагерь мы часто, то есть, каждый из, от завода ездили, давали путевки, мы постоянно ездили. То есть, спортивная смена была, то есть, по годам, прям, отряды, все. То есть, и там какие-то были постоянно то с пловцами, то только не с боксерами, нет смысла. А так, там, постоянно какие-то, ну, недопонимания в том возрасте, так, в основном, да, пока какой-то взрослый не появится, не разгонит. А так, да, там, какие-то драки были, что-то. То есть, все это было. Да нет. Вообще такого, как бы, наверное, спасибо моим родителям, брату, знаешь, то, что, ну, как-то, у меня это прошло без каких-то, вообще, я не знал, что такое одиночество. То есть, когда ты уже чуть старше становишься, когда там переходишь, не знаю, с юношеского, взрослый, возраст или подросткового в юношеский, да, и там, в тот момент, как раз я оказался, как бы, ну, один в чужом городе, да, и даже тогда я не чувствовал никакого одиночества, потому что, ну, у нас, в принципе, всегда хватало ребят. Мы не одни были, там, приезжие из этого города, то есть, там, человек 20-15 на базе постоянно было, и то и больше. То есть, как-то всегда было весело. Это круто, на самом деле, мне кажется. Никогда не хочу, чтобы мой сын чувствовал одиночество. Я как-то так особо не запаривался по этому поводу. Единственное, что я помню, такое, я всегда помнил, как отец брился в ванной, то есть раньше вот это, как кисточка, там, напенились, помазали. И когда я был, там, не знаю, 13-14-15 лет, у меня бывало такое, что я запирался специально в ванной и, типа, подражал этому. Знаешь, мне ничего не росло, ничего, а я уже, там, типа, мазался, и как отец, типа, стоял, типа, хотел поскорее, чтобы у меня начало что-то расти. Ну, вот, я добился этого. Да было много, я не знаю, в пионерском лагере влюблялся, там, то есть самое прям первое, вот это вот, я не знаю, как там, не знаю, три дискотеки мне понадобилось, чтобы, наконец, подойти к девушке и пригласить ее на медленный танец. Ну, реально это было, просто кто-то говорит, что такого у них у кого не было, мне кажется, все мы стеснялись в определенном возрасте, то есть, а потом, когда ты сделаешь первый шаг, так, выдохнул, так, вот, гора с плеч, там, действительно, там, ходишь, все, у тебя, грудь колесом, там же и ребята, ты же, как бы, ты в себе не держишь, ты же все равно, там, со своими же сверстниками, там, обсуждаешь, разговариваешь, спрашиваешь, и потом уже, как бы, начинается, там, не знаю, и подколы, и типа, ну, давай, давай, там, ну, разные ситуации были, то есть, да, и все равно ты собираешься, там, ну, тебе действительно, человек нравится, тебе это надо, ты идешь. Мне кажется, так, одна там девочка мне очень сильно нравилась, Оля ее звали. Даже помню, сейчас, прикинь. Не, было, на самом деле, и я там, что-то, я даже узнал, где она живет, мы учились в одной, в одной школе, она, на год, по-моему, старше меня была, и что-то, как-то, раз мы увиделись, и в компании, так, после школы, он, мой одноклассник, там, жил в ее подъезде, то есть, в соседнем дворе, и таким образом узнал, где он живет, даже, там, тут, цветы приносил, то есть, так, даже такое было, но, как-то, ничего, безответное, правильно выговорить. Долго, там, типа, по тем меркам, меркам, мне казалось, что так долго, когда же это пройдет, то есть, ну, было, конечно, а что? Всегда время, мне кажется, в этом плане, то есть, ну, все равно, то есть, должно пройти какое-то время, чтобы ты переключился на кого-то, или тебя просто отпустило, или просто пережил эту ситуацию, вот этот момент в своей жизни. Так, наверное, да, как-то сразу же, я смотрел на своего папу, да, он играл в хоккей, то есть, я постоянно, то есть, любое свободное время, когда я не был чем-то занят, ну, там, школа, детский сад, или, я не знаю, какие-то другие мероприятия, то есть, я всегда находился, в принципе, с отцом, и, когда у него даже были какие-то тренировки, я постоянно был там, во дворце, там, в раздевалке, то есть, вместе с ними, со всеми, тогда мужики, правильно? А я, ребенок, бегал, то есть, это все было. И как-то сразу же мне хотелось стать хоккеистом, играть в хоккей, то есть, я там знал инхайловские команды, то есть, тогда показывали, тогда, помню, у нас там 4 канала только было, и показывали в субботу, там, я даже время знаю, 11.25, там, или 10.25, что-то такое большой хоккей программа называлась, там, типа, обзор был 30-минутный, за неделю всех инхайловских команд, я прям ждал ее всю неделю, я помню. Такие моменты. Не, уверенности, наверное, не было, но я просто не представлял, что может случиться, то есть, как бы, когда ты становишься чуть старше, да, ты начинаешь, как бы, понимать, да, но в том возрасте я не понимал, я живу вот именно этой мечтой, там, целью какой-то, что вот я хочу играть, я хочу вот именно попасть в НХЛ, там, вот, играть там, и выиграть этот Кубок Стэнли, то есть, вот так вот. А потом, когда ты становишься чуть старше, да, ты, конечно, понимаешь, то, что там, не знаю, 20, 21, 18 лет, ты понимаешь, что все же, конечно, может случиться, то есть, там, и есть и травмы всякие, ну, или там где-то у тебя что-то не получается, это мы же все люди, правильно, там, с тренером где-то или что-то, бам, и ты уже не играешь, то есть, это самое было такое страшное, наверное, для меня, когда ты не играешь. Работать, то есть, работать дальше, идти, стремиться улучшать свою игру, не знаю, ну, находить общий язык там с партнерами, с тренерами, то есть, и прежде всего, ну, прежде всего, не сдаваться никогда, то есть, еще усерднее, значит, работать, идти к своей цели. Должен любить хоккей, то есть, есть люди, которых очень долго что-то не получается, не получается, а потом в один момент они превращаются прям в реально крутых хоккеистов, звезд и, то есть, до этого, может, просто их не замечали или какие-то травмы, стечения обстоятельств не давали раскрыть вот этот талант или где-то, что-то не хватало, когда человек через работу, через свою веру идет к этому, работает усердно, то все равно, если он действительно талантливый хоккеист, или, я не знаю, мне кажется, во всем тогда, то рано или поздно это скажется, и все об этом узнают и увидят. Обычно я общался с теми, кто мне всегда верил в меня и, как бы, заряжал меня какой-то позиции, позитивной энергией и, как бы, помогали мне идти только вперед, я старался больше общаться с такими людьми. Ну, я думаю, да, были такие люди, которые, ну, как бы, просто, я думаю, на определенном этапе думали, что, да нет, у него там не получится, или мы думаем, что у него что-то не хватает, то есть, как бы, вот так вот. Ну, мы, как бы, работаем. Это пришло, наверное, тогда уже, когда вот ближе к драфту, вот, 18-19 лет, там, как бы, вот, это уже как-то стало, ну, ты уже начал понимать, что, там, как бы, да, там, возможно, там, подписать хороший контракт, зарабатывать деньги, потому что, ну, уже, как бы, там, ребята, которые, там, на год, на два, там, на три старше тебя, ты же все равно видишь, там, они уже, где-то начинают играть, то есть, и ты понимаешь, что вот-вот, там, твое время придет, то есть, ты должен быть готов, и, как бы, ну, действительно, ну, начали какие-то мысли залазить в голову, тоже, кто не любит, все любят, как бы, ну, потому что, ну, как бы, это же работа, мы все это понимаем, да, я люблю хоккей, я его до сих пор люблю, и хочу играть в него, пока у меня есть силы, да, но, когда мы уже выходим на этот, там, 20-21, то есть, человек играет в хоккей, это его работа, то есть, да, он, там, его любил, там, в 10, в 12, в 15 лет, но потом это, в итоге, там, помогло ему достигнуть, там, какой-то планки, где он уже играет, как профессионал, и зарабатывает всем этим на жизнь, то есть, обеспечивает свою семью, там, не знаю, родителей, ну, все, что угодно, то есть, это же работа, это зарабатывание денег, правильно, кто говорит, что деньги неважно, мне кажется, это какой-то, ну, либо, я не знаю, там, какие-то олигархи, там, дети олигархи, конечно, мне было бы тоже неважно, просто на детском уровне такого не было, на детском уровне было только вот, только игра, хоккей, хочется выиграть, хочется, там, не знаю, забить, просто победить, и поспать, и опять играть в хоккей, конечно, был с сигаретами, с алкоголем, да, это все, как бы, было, и, ну, и родители меня, отец меня там полил, да, то есть, как бы, ну, было, там, прятался в садике, в павильоне с одноклассниками, то есть, там, батя шел, и увидел нас всех, и, как бы, я стою, и, курю, то есть, сигарету, там, то есть, да, это все было, и ремня получали где-то даже, ну, нормально, не, ну, просто, я не знаю, это, как-то это, вот, не знаю, тогда, вот, в тот момент, мне казалось, там, какие-то взрослые у нас были, они, там, типа, курят, какие-то девчонки, там, с ними, то есть, это все, как бы, так ново, по-новому это было, то есть, ты там, все, все детство в одном дворе, там, с одними, те же, ребятами, ты гоняешь футбол, там, или, не знаю, выпал снег, вы играете в хоккей, то есть, и здесь, там, ты подрастаешь, и какие-то, там, другие интересы появляются, и тут ты попадаешь в какую-то компанию, видишь это, и, как бы, оно все, как бы, в совокупности, получается, вместе, или что-то, попробовал, здесь меня спалили, больше мне не хотелось. Ну, с алкоголем, да, первый раз я попробовал, помню, это вообще был, там, трэш такой был, я, ну, мы с парнем, нам на даче, что-то, родители уехали, оставили нас у них, то есть, ну, короче, и мы, там, что-то взяли, и, там, каких-то друзей позвали, взяли прям водки, выпили ее, и было так плохо, что я, вообще, я, по-моему, долгое время не употреблял алкоголь, поначалу, потому что, ну, я не понимал, мне было так плохо, думаю, умру, ходить не мог даже, как бы, ноги вырубило, знаешь, такое, вот, было, я помню это, прям, реально. Бывает все, как бы, да, можно и выпить, там, сходить, ну, то есть, это просто нужно делать, там, в определенное время, когда у тебя есть, я не знаю, выходные какие-то, отпуск, то есть, без вопросов, ну, главное, чтобы от этого ни твои близкие, ни кто, там, не страдал, и, кажется, это тоже важно. Было, наверное, самое такое, это было, наверное, вот, когда вот развод и развелся, да, вот это было тоже чуть для меня, как бы, так тяжело, время должно было пройти какое-то, чтобы, ну, обратно голову в порядок привести, то есть, ну, и, наверное, то, что у дедушка, когда он года три назад умер, да, было тоже какой-то такой, потому что я очень много времени с ним проводил, когда отец еще играл, он работал заливщиком, ну, работал во дворце, то есть, лед готовил, и я все время проводил время с ним, то есть, на протяжении, не знаю, может, лет 7-8, там, постоянно, очень много времени с ним, он меня воспитал, но потом так случилось, то есть, как бы, ну, старенький уже был, 8-6 лет, вот, приездил, и вот там какой-то был такой тоже момент, не очень все это далось, ну, всегда тяжело, когда кто-то уходит, то есть, ну, Хоккей, работа? Очень помогая, помогала мне, да, то есть, если я что-то мне какая-то, я как-то себя чувствую не так, или что-то думаю о чем-то не том, о чем мне нужно, я как бы стараюсь просто идти и отдаваться в работу, в хоккей, и голова сразу же начинает по-другому думать. До сих пор все это есть, то есть, родители, они и есть родители, то есть, мы, я их очень люблю, ценю, то есть, но мы их не дети, как бы, да, то есть, они всегда будут нас там учить, или говорить, как надо, то есть, они видят свой статус, как бы, как нужно, и не хотят ничего другого слушать, но это нормально, то есть, я думаю, мы такими же будем, не будем отличаться. Так, нормальные отношения, да, часто видимся, они приезжают в Америку ко мне, то есть, видят с моими, с внуками, то есть, и брат, и сын, и с моим сыном, то есть, они очень часто тоже видятся, ну, ничего не делают, они уже на пенсии, но проходить через них, не бежать же от них, мне кажется, нужно проходить, встречать это, как бы, и выходить из этих сложностей. Жизнь, мне кажется, она такая всегда, то есть, то черное, то белое, то черное, то белое, и, как бы, как качели такие. Ну, не знаю, слушаться, наверное, родителей, потому что, кроме родителей, мне кажется, мы нафиг никому не нужны в этом мире, и, ну, не знаю, если ты выбрал какое-то направление, иди, иди только вперед, работай, и пытайся каждый день совершенствовать. То есть, без разницы, где ты, там, где ты хочешь работать, ну, в подростковом возрасте учат уже все, правильно, в основном, то есть, или делают что-то. Мне кажется, это самое главное, если есть какая-то, какая-то мечта, какая-то цель, то нужно идти к ней, никто не может тебя остановить, если ты сам этого не хочешь. Не знаю, быть поспокойнее, наверное, чуть-чуть. И перед тем, как что-то ответить, подумать, хотя бы пару секунд. Ну, ладно, что, все, стоять, стоять. Хочу пожелать удачи всем, кто смотрит проект вместе. И всегда только вперед, и если вы загадали какую-то мечту, или вам хочется чего-то очень сильно, идите и добивайтесь этого. Удачи вам! Субтитрыал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...